Ребят, всем привет! Добрый вечер многим, потому что сделал и решил вечером съемочку и на что обратить внимание. Вот этот аквариум маленький, который я называю детский садик. Тут у меня плавают черные малинези. То есть малючки уже подросли, превратились не в малючков. Я думаю, что через 2-3 дня я их пересаживаю в общий аквариум, который у меня малосемейка, так называемая. А в этом аквариуме я, смотрите, на что хотел обратить внимание. У меня уже второй раз появляется икра. Мы видим в правом верхнем углу. Это икра 100% икра наших коридорусов. Вот мы видим под губкой аэролифтового фильтра плавают 2 сомика коридора савуалевых. Сомики очень простые в содержании и очень интересные. Одна самочка, которая, как говорится, сейчас красуется. И она уже второй раз откладывает нам икорку по всему аквариуму. Видно над искусственным растением посередине, вот где улиточка, если прямо. Смотрим справа и с левой стороны над фильтром, под фильтром, на фильтре, везде-везде разбросана икра. Вот я бы хотел спросить совет у вас, кто понятно напишет комментарий, тот разбирается. И тот, кто прочитает, тому значит интересно, что в данном случае, в данной ситуации делать. Убирать всех мальков это раз. Второе, вот видите, маленькие анцитрусы, они могут повредить икру. Я почти в этом уверен. Их тоже надо убрать. И оставить икру в аквариуме или оставить икру вместе с сомиками. Видите, сомик икорочки подплывает. Я не знаю, что он делает. Эта девочка подплывает у нас, самочка. Съедает или не съедает, попортина икру или нет. Вот поэтому хотел бы у вас, так сказать, просить совета. Вы посоветуете. И многие будут уже разбираться, многие будут знать, что делать. Соответственно, вы поможете мне и всем остальным другим нашим аквариумистам. Так что вот такое коротенькое видео хотел показать, хотел снять и, соответственно, узнать ваше мнение. Вот наш псевдоморе аквариум. Не знаю, передаст ли сейчас камера. Ну, к сожалению, камера не передает полную красу. А оно вот сейчас видно. Видите, как красиво. Это искусственное растение, которое у меня в аквариуме. Ну, тут с нашими мини-мини ракушниками, циклиды-ракушники, которые в ракушках живут. Я забыл. Семилис их называют. Их у меня очень-очень много уже. То есть я их подкармливаю, хорошо кормлю. Я так понимаю, что почти уверен, что штук сто у меня их точно плавает. Одна из самых больших семей. Семей у нас плавает вот тут. Сейчас у меня такой ночной-ночной цвет. Подсветок вот такая грибая, очень слабенькая. Поэтому, может быть, не все хорошо так видно. Куда у нас поедут наши малинезии? Это в аквариум, который я называю малосемейка. Видим, что в этом аквариуме у нас очень-очень уже много малинезии маленьких. Они уже превратились в подросточков. Вода. Видите, какая вода? Ну, непрозрачная. Соответственно, я понимаю, это сигнал для меня, что надо делать подмену воды. Ну, сегодня я уже рыбы кормил, но я брошу еще раз кормлю. Очень-очень живо, интенсивно они у нас кушают. Очень быстро. Вон, рыбки-висички как подросли. Видим, что даже и растения подросли. Хорошо довольны. Ну, в этом аквариуме, значит, все нормально. А так часто бывает, когда мы не заморачиваемся. Ой, там, с тем, с тем, с тем, все растет. Когда мы начинаем слишком много уделять не то что времени, и желания, и, к сожалению, что-то не получается. Это как на овощах и на деревьях. Посадили с легкой руки, вот, все пошло расти. Нет, все-все мучается, все совсем долго. Вот, видите, у нас меченосцы подросли уже. Ну, тут такой ширпотреб, поэтому я назвал ее Милосемейка. Ну, мне, если честно, он довольно нравится. Он простой, как вот, сколько раз я говорил. Коряжка простая, камушек простой, песочек. Улитки простые, которые просто нереально плодятся, размножаются. Вот у нас улиточка. Вот, видите, как большая. Постоянно бросает свои грозди и икры. Постоянно малыши по всей крышке. Постоянно мы отдаем, раздаем, дарим людям. Ну, это супер. Видите, как в леснойере пошла расти. Просто все заросло, и я ничего пока не буду в леснойере вытаскивать. Я ставлю так, как есть, потому что мне дико-дико нравится, когда он такой зелененький, простой и дешевый. Понятно, что меня моментами перекидывают. То большое парень, то то. Тут мне посоветовали осетров содержать. То есть, возможно, тоже идея хорошая. То есть, акулу хотел завести. Там еще есть одна идея. Ну, сейчас будет тепло, будет лето, будем что-то строить, будем что-то делать. Ладно, ребят, длинное видео не буду. Всем еще раз большое спасибо, что смотрите, что комментируете, что поддерживаете. Дико приятно. И приятно, что ты делаешь, и люди тебя поддерживают. Значит, не просто так. Поэтому вот на этой ноте приятное видео вечернее заканчиваю. Сразу же его поставлю в интернет. Надеюсь, дождусь от вас комментариев по поводу икры Сомиков-Кридорусов. Прочитаю и сделаю так, как вы советуете. Всем еще раз пока. Всех обнимаю, всех люблю. Ваш чудак и рыба-монстр. Подписка, лайк и колокольчик вам спасибо, а мне приятно. Пока. Пока.